Меня зовут Лера, и это детские новости. Но форма для тех, кому нет 18 лет. Здесь будет все самое интересное. Если вы считаете, что дневное время это совсем не для вас, и вы явно не ранняя пташка, то эти мероприятия должны не просто заинтересовать, а расшевелить вас от серых и скучных будней. Один из известных сайтов проводит обучение. За одну ночь вы сможете своими руками сделать одностраничный сайт и выложить его в интернет. Основная цель — помочь людям овладеть новой профессией и узнать что-то новое. Это будет интересно для всех, ведь вы сможете с самого нуля обучаться эти профессии. Также это будет совершенно бесплатно. Курсы стартуют 15 марта в 8 часов по московскому времени. Но если вы еще не уверены, что это точно для вас, то вас может стимулировать культурное просвещение. Ночь музеев. Пройдет все 22 мая. Музеи, картины, галереи и другие культурные учреждения будут работать вечернее и ночное время. На специальных площадках подготовят мастер-классы, квесты и творческие занятия. Все это будет доступно для вас. Но не будем далеко отходить от культуры, и еще немного поговорим о музеях. Вы заметили, как в последнее время изменились российские музеи? Дело даже не о выставочных залах или культурных ценностях, а именно о программах. В особенности это стало заметно во время пандемии, когда тысячи видеолокаций, акций, флешмобов, организованными музеями стали возможны для всех желающих. Музей Благовещенска добавил нитеративную форму общения с горожанами. О том, что ново произошло в 60 музеях областного центра, теперь будет рассказываться в инстаграм-аккаунте в рубрике «Новости музея». История всегда важна и интересна, но не будем забывать и про настоящее. Как раз не так давно вышел мультфильм от компании Walt Disney «Рай и последний дракон» для детей не младше 6 лет. Рассказывается об отважной вытяннице Рая и ее верному спутнику Тук-Тукку, которым предстоит найти последнего дракона, чтобы помочь ему и дать надежду обычным людям. Первоначальный мульти хотели выпустить в конце ноября, но пандемия сыграла свои коррективы, и все пришлось изменить. И только сейчас мы можем наблюдать за историей девочки, которая смогла помочь своему городу. Но это еще не все. В рейтинге кинопоиска сейчас лидирует лирическая комедия «Батя». Это история о взрослом мужчине, который едет путешествовать со своей уже семьей к своему отцу. Комментарии лишь положительные. Говорят, бомба, смеялись до слез. Но для тех, кто устал уже сидеть на месте и хочет немного экстрима в своей жизни, то я могу вам точно уж посоветовать прыжки с парашютом. Это интересная новость для подростков. Это будет совершенно бесплатно. Уже в мае вы сможете совершить свой первый прыжок. Подростков обучаю профессионально инструктора. Это может стать новым шагом на вашем жизненном пути. Уже сегодня сформировались группы, на котором подростки смогут совершить в мае свой первый прыжок. Данную возможность предоставляет Амурский аэроклуб ДСА в России.